Шокирующее преступление в Подмосковье. В Подольске 30-летний мужчина буквально вырезал свою семью. Он убил детей и тяжело ранил жену. Причиной трагедии могли стать долги и наркотики. Преступник арестован и дает показания. Кадры суда и допроса в репортаже Георгия Алисашвили. Подозреваемого в двойном убийстве Дмитрия Милованова суд заключил под стражу на два месяца. Своей вины он не отрицал и прямо со скамьи подсудимых дело шокирующее признание. Я очень сожалею о случившемся. Жену мне убить не удалось. Хотел сделать это быстро, чтобы дети не видели. Последнее домашнее видео. Любящий отец с ребенком. Про Дмитрия и Татьяну Миловановых говорили образцовая семья. Молодые, успешные, работают в туристическом бизнесе, долгое время жили за границей, а потом решили вернуться в Россию. Из Таиланда Миловановы переехали совсем недавно в эту десятиэтажку. На окраине Подольска семья жила в этом подъезде. Трагедия разыгралась в квартире на седьмом этаже. Все случилось поздно вечером. Дети уже ложились спать, когда глава семьи набросился на них с кухонным ножом. Четырехлетнего сына Илью и дочь Ксению ей не было и года. Дмитрий зарезал и напал на жену. Тяжело раненая женщина выбегает из этой квартиры и начинает стучать во все двери. Время позднее. Многие уже спят. Вот здесь мы видим следы очевидной ее крови. Наконец дверь открывает сосед. Он и оказал Татьяне первую помощь. В это время Дмитрий пытался покончить с собой. Его спасли подоспевшие полицейские. Соседи до сих пор не могут поверить в случившееся. Молодой отец производил на всех приятное впечатление. Довольно-таки приветливый человек. Постоянно. Отзывчивый, здоровый. Все. Добродушный. Я поэтому не могу понять, как с ним такое может произойти. Татьяна Милованова вела несколько блогов в интернете. Вот последняя запись. Вчера. Рисунки сына Ильи. На своих страницах счастливая мама делилась с друзьями семейными фотографиями и много писала о любви к мужу. Жила в Тае, Панган, Самуи. Сейчас мы в Москве. Жена лучшего мужа, дважды мама. Есть чудесный сыночек и лапочка-дочка. Сразу же после задержания Дмитрий признался следователям, что решение об убийстве семьи не было спонтанным. На допросе следователя обвиняемый сообщил, что якобы запланировал это убийство еще неделю назад, поскольку в семье возникли материальные трудности. Также он планировал покончить жизнь самоубийством. Однако знакомые Миловановых, говорят, не замечали, что семья страдает от безденежья. Я отдыхал на острове Самуи в Таиланде. Я остеопат, специалист по физической реабилитации. И через знакомых эти ребята, они меня нашли. Таня была беременна, у нее болела стена, и они попросили, чтобы я позанимался с ними и с ребенком. У них уже был один ребенок маленький, я с ними позанимался. Они были, в общем-то, обычной такой счастливой, беззаботной семьей. Днем Дмитрия Милованова привезли на место преступления. В квартире провели следственный эксперимент. В ходе обыска там обнаружили наркотики, так называемые спайсы. Это психоактивные вещества, вызывающие непредсказуемые последствия. От летального исхода до внезапной бесконтрольной агрессии. Подозреваемый признался, он их употреблял. Вчера у меня курил сигареты, возможно, со спайсами. В ближайшее время Дмитрий Милованов пройдет психиатрическую экспертизу, которая определит степень его вменяемости. Жена Татьяна сейчас находится в первой городской больнице Подольска. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.